всем привет с вами сергей проект по сегодня хочу рассказать о книге в жанре приключений от автора которого как ни странно когда я проанализировал я практически все прочитал что выходил на русском языке его сейчас издает азбука его сольники надо закрывать надо прочитывать я говорю о дугласе пристани и совершенно недавно буквально вышел роман который называется кодекс на русском языке естественно так то он написан то давно и вышел он сейчас серии звезды мирового детектива как вы помните туда перекочевала их персональная серия чему я к сожалению огорчился но с другой стороны может это расширило публику и людей зацепило и теперь вот мы можем и сольные вещи какие-то их видеть надеюсь что то еще будут в этой серии издавать от этого автора и ну и мы еще ждем перевода следующих частей про лоизе пендергаст и так вот такое у меня вступление это про автора напоминаю что автор библиотекарь в прошлом вот и поэтому чем хороши их привлекают их совместные творения или сольники это то что там довольно много и грамотно вкрапливаются каких-то необычных вещей каких-то про профессии какие-то про какие-то не знаю яды цветки и животных короче какая-то информация необычная и все это подается так гармонично и впивается в мозг ты потом надолго помнишь все эти события и вот здесь тоже я довольно так сказать обогатился знаниями и книги еще так совпало что мне заинтересовало там захотелось еще посмотреть фильмы на эту тему захотелось еще поднять и более документальные какие-то посмотреть вещи заинтересовали меня и майя и до место действия здесь будут это территория гондураса это территория затерянного городка майя но давайте немножко я расскажу по правильному по сюжету пройдемся хотя я про него вам уже рассказывал наверное в книжных покупках и на стриме когда вы голосовали какую книгу будем читать следующем месяце совместную вы выбрали совершенно другую книгу это почему-то много не набрал голосов ну я зато прочитал кайфанул и вам сейчас спокойно сейчас про нее рассказу и так представьте что есть такая профессия расхитительный гробниц да то есть человек который плевать хотел на всякие музеи на все остальное ему нравится риск ему нравится вскрывать какие-то там раз он заинтересовался когда посмотрел например как нашли гробницы тунхамон и так далее все его так взбудоражило и он начал как раз таки заниматься поиском таких затерянных городов могил каких-то пирамид и так далее вот его и майя и культурные всякие такие вещи интересовали пропавшие цивилизации он это находился что-то скупается на черном рынке где-то нанимается прям люди чтобы разграбить могилы и так далее вот это все унести и вон большую коллекцию себя собрал и благодаря этому черному рынку он стал собственно очень богатым человеком но не все вечно под луной и он собственно заболел у него рак обнаружили и он собирается понимает что вот умрет и поэтому он пишет письмо трем своим сыновьям которые у него от разных матерей и он не сильно с ними на самом деле контактировал вроде как такое впечатление и они приезжают в его дом и его умением потому что он всех сказал при таком таком времени и когда никто не открывает в этом большом доме они сначала даже никто не волновался думал что-то эксцентричная папаша редкая но вообще ничего хорошего им в адрес не говорил каких слов вот и все они выросли довольно специфическими один увлекает один ветеринар вот увлекать не хочет никакого дела с деньгами отца имеет другой вообще поиском себя занимается как и вот даже называть как иисус будет ходить с длинными волосами хиппи да то есть такой он будет искать учителя там мантры читать и так далее просветление какой-то искать другой в третий брат филипп самый старший он вот как раз что-то с деньгами где-то там долг что-то взять и так далее такой довольно эксцентричный человек и вот они все сюда прибывают мы понимаем что не сильно хорошо не с друг друга ладят и не могут попасть внутрь но перелазит через забор разбивает окно в имение смотрит а нифига нету то есть посрывали и картины пропали все драгоценности даже все эти статуэтки и тому подобное не вызывают милицию полицию точнее они приезжают пытаются разобраться так а взлома нету похоже что своим ключом открылась и уже давно уже недели две все это было сделано находит кассету то есть это период когда кассеты использовались включают кассету и там мы их сообщение от их отца их отец сообщает что он много думал переосмысливал и то что его дети ждут похоже его наследство вот он собирается умереть и так далее а а он ими как-то не занимался и он не хочет чтобы это все на них свалилось и так он только там там учебу оплатил там это сделал там это как-то толком это все не получилось он хотел чтобы они прониклись его духом почему-то все любил и поэтому воспользовался старой традиции когда хоронили всяких фараонов и так далее он все эти сокровища все собрал с собой и все и сам себя где-то захоронил и вот он говорит хотите найти сокровище стать там богатыми так далее свою долю наследства вперед от ищите где моя могила ну и тут уже братья принимает каждое свое решение кто-то обращается пытается вычислить так тоже ему помогал какие были у него помощники куда деньги уходили так далее какой-то финансовый след кто-то просьбу там чью-то будут выполнять кому-то девушка попросит скажет вот смотри тут на самом деле в этом там хранится кое-что очень уникальное этакий кодекс майя который очень крутой чем крутой вы узнаете прочитав книгу почему собственно звание кодекс связан не буду вам раскрывать всех секретов и вот волей судеб в итоге все три брата отправляется ну каждый сам по себе отправляется туда искать где же это находится эта могила его и дорога потихоньку приводится гондурасу причем с разным временем сначала там один брат потом через несколько недель 2 туда приезжает но естественно происходит к этой утечке информации и про это узнают еще и другие люди и там деньги там многомиллионное сокровище и так как он себя там захоронит это можно вскрыть найти получишь долю станешь тоже там миллионером там 100 миллионов долларов 200 миллионов долларов кто от такого откажется и туда захотят и другие любители наживы тоже отправиться но может быть кто-то еще другой не буду спойлериться связаны как раз таки с прошлым вот этого отца ну все а дальше дальше у нас приключения то что я люблю много экшена много интересных вещей когда вот приезжаю туда в эту страну в южную америку и там вот эти все мифы об анакондах об пираньях я не знаю там про каких-то мух которые кусают заражают и там потом личинки вылезают прям с под кожей так далее какие такие вот про змей про жуков каких-то про специфику дайте такую как вот это идти в джунгли ночевать там не знаю в палатках всем остальном и вот эти все где могут быть змеи где можем могут быть жуки малярия болезни всякие читать было интересно естественно там и заражаться будут и ранения получать будут и там будут и индейцы там будут и охота и смертельные риски там по мосту который там трясется и так далее и могилу саму надо найти где это все города затерян где это все будет находиться приключения естественно кто-то будет хотите их убрать это все-таки большие деньги убийства и охота вот за всем эти вот все насыщенно все читается взахлеб я реально эту книгу быстро прочитал мне очень нравится такое такие приключения вот понравилось что герои изменились да то есть начали вот такие вот братья как они потихоньку будут контактировать с друг другу помогает мне помогать ну не хочу вам все раскрыть потому что здесь очень любит дуглас как раз таки каждую главу заканчивать крючком таким интересным типа потом там это вот такой это факт или такой-то факт и потом ты читаешь ну тебе так цепляется 5 только не надо следующую главу читать и ты читаешь следующую главу чтобы узнать чем же все это закончится хотя тут примерные злодеи там начали тоже понятно и про них рассказывается что какие действия не делают но все равно читать игру был интересно хватает тут вот это поворот в конце и чем все закончилось мне понравилось не знаю надо ли он говорит что там хэппи нет не хотя что там считать счастливым концом каждый сам там определит но игры читать это было действительно интересно опять же многие какие-то вещи мне понравились которые тут раскрылись и как раз таки про черный вот рынок вот этого искусства и там еще другие то почему здесь еще например фарм корпорации будут замешаны это все это все интересно было читать естественно дуглас пресс там вот входит в топ приключенческих это для меня однозначно мне я обожаю читать его книги естественно и с линкном райном совместные которые но и соло тоже тоже могет в тоже мне зашло однозначно могу порекомендовать любителям приключений кто там смотрел затерянный город недавно можно еще и почитать и тут тут да гораздо интереснее на самом деле нет вот этого кого-то юмористического и таких вещей здесь прям приключения приключения и тут этому веришь что вот так может происходить и и вот так все получается читайте хорошие книги с вами был сергей проект по пока